Атит – болезнь, которая характеризуется гнойными выделениями из уха или ушей, вызванная вирусной, грибковой или бактериальной инфекцией. Атит у детей весьма распространенное явление, требующее немедленного лечения. Давайте разберемся с этим заболеванием и как уберечь своего ребенка. Атит у детей как заболевание разделяют на три типа – средний, внутренний, наружный. Средний Атит протекает воспалением наружного слухового прохода. Инфекция обычно бывает у маленьких деток, особенно у тех, кто подвергается воздействию сигаретного дыма и ходит в детский сад. Одна из распространенных причин – это оставление ребенка без присмотра, вследствие чего может возникнуть травматический средний Атит, то есть ребенок где-то ударился или упал. Самая многочисленная причина заболевания – место нагноения в пазухах. Если барабанная перепонка ребенка находится рядом с аденоидом, воспалительные нагноения из носа, горла легко попадают в среднее ухо и заражают ее. Существует односторонний Атит – воспаление одного уха и двосторонний. Нагноение появляется в обоих ушах. При наружном среднем Атите болезнь развивается еще и грибковое поражение. Инфекции могут вызывать отек слизистых оболочек ребенка, носа и горла, снижают иммунитет организма. Слизистые выделения из носа увеличивают количество бактерий, заразив дыхательные пути, также чаще всего нарушают функциональность евстахиевой трубы. Хорошая функциональность евстахиевой трубы очень нужна для поддержания у ребенка нормализованного давления в ухе. Нарушив функциональность евстахиевой трубы, изменится давление в ухе, словно вы летите в самолете. Нагноение или выпад чаще всего образуется в среднем ухе, вызванное бактериями и вирусами. Повышенное давление может оказывать выпуклость барабанной перепонки. Это приводит к типичным симптомам – температура, боль и плач у маленьких детей. Чаще всего причиной служат бактерии, которые почти все дети имеют в горле и носу. Ушная инфекция развивается после заболевания вирусом дыхательных путей, таких как простуда или ОРВИ. Почти всегда средний отит у ребенка начинается как ОРЗ имеет следующее проявление – боль в ушах и временная потеря слуха. Стоит отметить, что эти проявления обычно внезапны. Признаки ушной инфекции у детей следующие – отит у детей повышает температуру свыше 38 градусов. Ребенок плачет, постоянно держится за ухо, боль, если потянуть замочку уха, суетливость или раздражительность, снижение у ребенка активности, отсутствие у ребенка аппетита или трудности с едой, рвота или диарея, гнойное выделение из наружного уха. На первом году жизни он часто протекает в скрытой форме. Определить заболеваемость у детей крайне сложно. Однако, если вы внимательно наблюдаете за своей крошкой, вы можете заметить изменения в его поведении, характерные для среднего отита. Ребенок пытался найти положение, чтобы боль утихла. Просыпаясь среди ночи, ребенок слышит сильную боль в ушах. Как узнать о боли в ухе ребенка? Чтобы подтвердить или опровергнуть ваше предположение, осторожно потянитесь за часть ушной раковины. Если реакция ребенка не проявляется, боли в ухе нет. Если у ребенка острый отит, тон откидывает голову назад, страдает от рвоты, напрягает ручки и ножки. Новорожденный косит глаза в сторону больного уха и качает головой. Чтобы не запустить инфекцию, следует проконсультироваться с врачом при первых проявлениях заболевания. Инфекции уха часто проходят самостоятельно в течение трех или четырех дней, даже без какого-либо специального лечения. В некоторых случаях инфекция может длиться дольше, с жидкостью до шести недель, даже после лечения антибиотиками. Если вы подозреваете, что у вашего ребенка острый отит, позвоните своему врачу или медсестре, чтобы узнать, нужно ли обследовать ребенка. Несмотря на то, что анализ не вызывает боли, большинство грудничков и детей не любят лечить уши. Чтобы облегчить процесс, задержите ребенка на коленях и обнимайте его за руки и тело, пока врач или медсестра используют отоскоп, чтобы заглянуть в ухо ребенка. Снимите болевые симптомы. Обеспечьте малышу носовое дыхание. Удалите аденоиды у ребенка.